Итоги недели подведем прямо сейчас. С вами Марина Романюк, здравствуйте. Итак, смотрите в выпуске. Обратный отсчет. Подготовка к фестивалю «Небо России» вышла на финишную прямую. История под ногами. Что находят археологи в ходе ремонта городских коммуникаций, расскажет Василий Конов. Экзотические питомцы. Зачем рязанцы держат дома ящериц, узнал Валерий Седов. 20 июля стартует Кубок России по воздухоплавательному спорту, известный как фестиваль «Небо России». Выбраны локации для спортивных полетов, определен список участников. Последние организационные моменты решены. И даже погода обещает быть благоприятной для полетов. Подготовка к фестивалю начинается задолго до первого старта. Спортивные задания для участников – отдельный пункт в работе организаторов. Спортивный директор будущего Кубка России, а заодно и зрелищного мероприятия, известного всем нам, как «Небо России», Александр Маврин. В очередной раз летает над окрестностями, оценивает обстановку, подбирает удобные места для взлетных площадок и размещения так называемых крестов – пунктов выполнения спортивных задач. Активно исследуем, так сказать, зону для того, чтобы использовать ее 100% в качестве спортивной летной зоны. А так запланированы спортивные полеты 21-е, 22-е, 23-е, 24-е, 25-е. К сожалению, мы не сможем провести торжественных мероприятий открытия и закрытия. Итак, наблюдать проплывающие в небе воздушные шары в фестивальном количестве мы будем в течение пяти дней. А вот полюбившихся всем открытия в Рязанском Кремле и закрытия с ночным свечением аэростатов, к сожалению, не состоится. В связи с эпидемиологической обстановкой массовые мероприятия в городе запретили. В рамках фестиваля состоится все. Главный фестиваль – что это? Полеты. Полеты будут с 20 по 25 июля, но мы улетаем уже сейчас. Сейчас мы летаем в полях, массового скопления народа не ожидается. Одновременно с этим мы не можем запретить людям наслаждаться красотой полета теплового аэростата как с земли, так и с корзины. Обязательно будем носить маски и перчатки. С 21 по 25 июля за час до утреннего и вечернего полета информация о точном месте старта будет выкладываться на страничках фестиваля, в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Информировать будет и наша телекомпания. Также можно приехать на парковку ТРЦ Круиз к общему месту сбора. Время встречи утром – 4 часа, вечером – в 17.30. И уже отсюда проследовать к месту старта общей колонной. Напомним, соблюдение дистанции и ношение масок обязательно. Марина Романюк, Олег Буцкий, телекомпания «Город». Новые находки археологов, как ни странно, случайные. При смене городских коммуникаций в Соборном парке в культурном слое обнаружены следы быта древних горожан, датируемые 11-12 веком. Прямо здесь, на территории Кремля и Соборного парка, как известно, много веков назад стоял древний город Переславль-Рязанский. Поэтому каждый сантиметр земли скрывает следы ушедшего в туман веков поселения. А современные археологи стараются собрать по крупицам и создают шаг за шагом карту исторических находок, наполняют современную Рязань историческим духом. В 2005 году нами выявлено захоронение 12-13 столетий представительницы древнего славянского племени Вятичей, которое обнаружили по зданиям современной кремлевской стоматологии. То есть территория, которая сейчас нами осмотрена, вполне также могла относиться к древнему курганному могильнику, стоявшему около городской крепости, около Рязанского Кремля. Недавняя находка здесь, возле здания бывшей гаут-вахты в Соборном парке – человеческая кость. Возможно, также часть древнего захоронения. И вот по обнаружению отдельных костей человеческих скелетов нам удается определить, на каких участках города Рязани, древнего Переславля Рязанского, располагались эти некрополи. Останки людей, которые здесь были захоронены, будут аккуратно извлечены, исследованы, будет получена о них научная информация, введена в общественное информационное поле, дополнит историю нашего города. Она не будет лежать вот так, к сожалению, просто под ногами в отвалах, не будет вывезена, засыпана. И фактически, увы, для науки, для общества будет уничтожена. Здесь же обнаружен этот кусок глиняного сосуда. На него, возможно, никто и не обратил бы даже внимания. А возраст этого черепка, между прочим, ни много ни мало – почти 900 лет. И только задумайтесь, 9 веков назад наш древний предок готовил в этом сосуде пищу. Как вы можете видеть, это крупный фрагмент верхней части глиняного сосуда, украшенный многочастным линейным орнаментом. Инструмент много раз проводился по поверхности еще не обожженного горшка. Судя по форме этого сосуда, археологи определяют его датировку. Служит для приготовления пищи. Об этом говорит характерный нагар. Конечно, скептики этим находкам могут улыбнуться. Мол, в сравнении с обнаруженным в 2005 году поблизости женским захоронением или же с находками на территории городища Старая Рязань, это не то же самое. И будут неправы. Эти маленькие следы, словно тонкие ниточки, из глубины веков связывающие нас с нашими корнями. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». А теперь вспомним важные темы прошедшей недели. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура установила причину появления черной воды в реке Быстрица, о которой мы уже рассказывали ранее. Оказалось, что биоотходы вместе с другими жидкостями сливала местная компания по производству мясу костной муки. Причем само производство оказалось практически подпольным. Ролик с черной водой у реки Быстрица очень быстро стал лидером по просмотрам в рязанских соцсетях. Никто не мог понять, откуда это все происходило. Так вот, природоохранная прокуратура выяснила. Мы сейчас на территории того самого предприятия, из которого черная вода и попадала в Быстрицу. Если быть точным, то это территория не одного, а сразу трех предприятий. Риг, Биопром и Премьера. С разной регистрацией. Рязань, Москва и Санкт-Петербург. Вот только у прокуратуры есть подозрение, что это, так скажем, дружественный конгломерат. И ангары на всех, и печи, да и работники, похоже, тоже. По-русски они не бельмеса, но, увидев съемочную группу, разбежались кто куда. Вот они весят, эти штишки. Сфотографируйтесь? А вон котлы, я так понимаю, это парочные. Где-то там должна быть канализация. А вот он. Вон дверь открыта. Вот он. Вот он, вся пена. Проборись, куда же. Вот он грязался, да. Вот они. А вон он, с той стороны еще выходит. На ваших экранах кадры первой проверки странного полуподвального цеха. Грязь, мусор, антисанитария. Говорят, есть даже крысы. Ну, может быть, это нормально для самого предприятия. Для рязанской экологии же абсолютное зло. Вот они углевые топят. Вот это, я так понимаю, эти бойлеры, которые у вас углевые. У них это все, скорее всего, ни документов, ни разрешений, ничего нет. А так вот работают под давление. Сегодня в ангарах практически мало что поменялось. Ну, разве что где-то прикрыли крышками бочки. А где-то биосырье так и валяется в открытом доступе. Место будущей вспышки дизентерии или какого-нибудь брюшного тифа вполне может оказаться именно здесь. Место же слива установлено достоверно. Впрочем, до возбуждения дела в прокуратуре пока предпочитают говорить предположительно. Предприятие находится сзади нас, по адресу улицы Прежнездорожная, 48, на территории которой осуществляется производство мясо-костной муки предприятием ООО «РИК» предположительно на данный момент. Соответственно, данное предприятие ввиду своей производственной деятельности биологические отходы перерабатывает, получает мясо-костную муку, получает отходы от биологических отходов, они сливают сочную канализацию. Соответственно, через канализацию это все попадает в водный объект и далее уже на рельеф местности и в реку Быстрица. Технологически это выглядело примерно так. Все биоотходы сливают в эту выгребную яму. Отсюда по шлангам перекачивают вот в эти бочки, а уже отсюда в канализационный слив. Подойти близко к нему сейчас проблематично. От смрада можно потерять сознание. Но куда ведет этот колодец, проверяющие уже знают. В ходе прокурорской проверки привлекались специалисты водоканала, которые спускали в расположенный на земельном участке колодец воду, в ходе которой подтвердилась гидрологическая связь водовыпуска, находящегося в ручее без названия и, соответственно, земельного участка, где располагается данный колодец. Выпускалась вода с маркерами, то есть она была с пенопластом и немного окрашена в зеленый цвет. То есть это также у нас заактировано, предоставлены справки Министерства природопользования. Также мы подтвердили, что превышение загрязняющих веществ, большое превышение загрязняющих веществ данного предприятия сливается именно в канализацию. Сейчас здесь практически все экспертизы надзорных ведомств уже завершены. Связь с черной водой Быстрицы фактически установлена. Она прямая, а значит, одними лишь штрафами здесь уже не пахнет, а по-настоящему смердит резонансным уголовным делом со всеми вытекающими, лишением лицензий, договоров субподряда и реальными тюремными сроками. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Из крайности в крайность. Если раньше люди жаловались на то, что мусор со дворов не вывозят, то теперь появилась новая проблема. Его вывозят, но ночью. При этом шумят так, что просыпаются все жители дома. Шум двигателя мусоровоза, шум механизмов подъема и опускания мусорных баков, шум падающего в контейнер мусора. Этот грохот эхом раздается под окнами во всем дворе. В среднем продолжительность погрузки полчаса. Время, в которое начинают работы, разное. Где-то в три часа ночи, где-то ближе к шести утра. И все чаще жильцы многоквартирных домов жалуются на ночной или слишком ранний шум, создаваемый в ходе таких работ и мешающий спать. Количество подобных жалоб возрастает. Об этом говорит, это говорит о том, что действительно эту проблему необходимо решать. То, что у нас отсутствует график уборки на контейнерных площадках, нет координат, нет информации о том, кто оказывает данные услуги, это порой лишает людей возможности предъявлять обоснованные претензии, указывая конкретно на час, день, когда все это происходило, что происходит. Напомню, Рязанская областная дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому время тишины на территории региона продлено с 22 часов до 8 часов утра, а также с 13 до 15 часов днем. К нарушениям данного закона в том числе относятся проведение ремонтных, строительных, разгрузочных работ с использованием механических средств и технических устройств. Штраф за нарушение для юридических лиц от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, за повторное нарушение от 15 до 25 тысяч рублей. Предъявление обоснованных претензий потребителей, оно должно сопровождаться досудебными претензиями в адрес организации, которая оказывает данные услуги. И если будет установлен действительно превышение уровень шума или нарушение санитарии, то вплоть до того, что предъявление исков о компенсации морального вреда в пользу каждого гражданина, который зарегистрирован на данной территории. Кроме того, существует федеральное законодательство «Санитарные правила содержания территории населенных мест» или САНПИН. Согласно этим правилам, для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Куда же обращаться, если этот пункт нарушается? Статьей 20 жилищного кодекса установлены полномочия органов государственного жилищного надзора или жилищных инспекций, в том числе проверка управляющих организаций и региональных операторов по обращению с отходами. Контроль за соблюдением законодательства в сфере санитарного благополучия в РФ это сфера Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства могут измерить уровень шума, поэтому если вас беспокоит ночной грохот, обращаться с заявлениями нужно именно в эти организации. 30% всех обращений в правозащитную организацию это обращения на тему жилищно-коммунального хозяйства. Такую статистику приводит председатель Общества защиты прав потребителей Олег Попов. И самое серьезное недовольство связано с содержанием придомовых территорий. Дорог и тротуаров во многих дворах просто нет. У жильцов улицы Зубковой, 30, накипело. Едва покинув порог собственного дома, жители Зубковой, 30, сталкиваются с препятствиями, которые в хорошую погоду создают сложности автомобилистам, а в плохую становятся непреодолимыми и для пешеходов. Вы сталкиваетесь с оказанием услуг, не отвечающих требованиям качества безопасности. Услуга называется содержание на квартирных домах, повторюсь, которые относятся в том числе придомовая территория, являющаяся общедомовым имуществом. Если общедомовое имущество, за которое вы платите, ТСЖ или управляющая компания не отвечает требованиям качества безопасности, вы можете предъявить соответствующее требование. Если получили вы ушиб или упал ваш ребенок, или разорвал одежду, или повредил велосипед, самокат, вы можете предъявить требования возмещения убытков, связанные с расходами на лечение или с возмещением имущественного вреда, причиненного вам. Задача выехать из собственного двора усложняется еще и тем, что эта дворовая дорога единственная на несколько домов. С другой стороны, от дома объезд разбит напрочь. Альтернативную дорогу в соседнем дворе перекрыли, построив бассейн «Капитан». Разбитый асфальт во дворе, единственная дорога на сотни жителей, постоянные пробки уже на выезде из дома. Крайне надоели жильцам. Вообще тут у нас немножко дороги все вышли из строя, уже все старые. За домом вообще не проедешь, особенно когда какая-то мусорка подъезжает. Альтернативы уже нет. Либо ждешь, пока мусоровоз уедет, полчаса ждешь. Здесь уже за домом проехать невозможно. Асфальт там весь вскрылся или вспучился. Была альтернативная дорога у нас, где Зубковый 30. Закрыли ее капитаном. Теперь ее вообще там невозможно проехать. Одна дорога на два дома вдоль нашего дома по Зубковой 30. Если мусорка разгружается, то все. Мы стоим во дворе, ждем все по минут 20-15. Собираются даже пробки здесь. Скорая застряла у нас зимой на подъезде. Все. Все стоят, все ждут выехать. Проехать вообще невозможно. Дорог абсолютно нет. Сзади дома дорога тоже абсолютно отсутствует. И вообще я не знаю, как здесь ездить. И одни ямы. Яма на яме. Дорога за домом совершенно отсутствует. Самое обидное, что у нас из Рязани по полю до Аки можно доехать. А за домом по асфальту не проедешь. Вот, смотрите, после зимы вообще совсем дороги не осталось никакой. Я вот здесь, кстати, колесо пробил. Вообще чудом выехал. В общем, ужасная дорога. Слов больше нет никаких. Исправлять эту ситуацию должна управляющая компания. Каждый из нас ежемесячно платит некую сумму, которая в статье расходов обозначена как содержание жилья. Многие, кто платит за жилищно-коммунальные услуги, порой не осознают, что часть денег, которые мы отдаем управляющей компании или ТСЖ, должны использоваться на содержании придомовой территории, к которой относится тротуар и дорога, которая внутри вашего многоквартирного дома. В заключение о том, какие вы понесли убытки, может дать эксперт-товоровед или медицинское учреждение. Если досудебная претензия не удовлетворена, можно обращаться в суд. Причем, выступая как потребитель, пострадавший в этом случае освобождается от уплаты госпошлины. Причем в суде потребитель вправе требовать и компенсацию убытков, и компенсацию морального вреда. А вот что по ситуации с дворовой территорией 30-го дома по улице Зубковой сказали в управляющей компании. Вы можете позвонить 22-49-49, это диспетчерская. Они у вас примут заявочку, а вы позвонили в техотделу. Здесь постамастер на участке. По рекомендации техотдела мы перезвонили в диспетчерскую по указанному номеру. Вы не сюда звоните, это диспетчерская. Вам нужен технический отдел, сюда звоните. Так технический отдел нас сюда отправил. Нет, нет, неправильно. Это технический отдел вам может сказать. Там у нас сидят все мастера, залы, они могут только вам это сказать. Я диспетчерская информация не владею. Проблема жильцов достигла своего апогея, и молчать они уже вряд ли станут. Как разрешится история с заблокированным? Отсутствием адекватных проездных дорог двором мы будем следить. И обязательно расскажем в следующих выпусках. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Тем временем уже на 36 дворовых территориях начался ремонт. Представители администрации совместно с подрядчиками оценили, как работы проходят. Интересуются ремонтом дороги во дворе не местные жители, а чиновники. Узнать, как идут работы, приехали Борис Ясинский, его замглавы администрации и Юрий Фурфурак, начальник управления благоустройства. Пока на четвертой линии работы в начальной стадии. Нет еще асфальта. Однако замечания есть. Подрядчика попросили выровнять профиль на прилагающемся проезде. После двинулись дальше. Поменять асфальтовое покрытие нужно во дворах по 65 адресам. Сделать это должны до 31 августа. На работы выделено около 100 миллионов рублей. Также подрядчики начали производство работы в рамках муниципальных контрактов по ремонту картами. Начато фрезерование уже сейчас на данный момент на 9 участках дорог. Из 36 также подрядчики немного подкорректируются при производстве работ, потому что необходимо провести работы на некоторых съездах на дворы и также предусмотреть водоотводные валики, чтобы вода по дороге не заходила во дворы. За один день чиновники побывали на 4 адресах. Упомянутая 4 линия, Татарская, Политаева и Гоголя. На последний подрядчика попросили обратить внимание на съезды с проезжей части к дворам. Также нужно выполнить отсыпку этих участков. Контроль за ходом ремонта будет продолжен. Не все рязанцы знают, что происходит за стенами рязанского дома ребенка, где содержатся самые маленькие дети до 4 лет. От некоторых из них отказались родители, другие же оказались в учреждении временно в силу трудных семейных обстоятельств. Что интересно, уже второй год все дети обретают свои новые семьи или возвращаются к родителям. Никто из малышей не переходит в другие интернатные учреждения. Мы узнали, как удалось этого добиться. Практически с самого рождения и до 4 лет за малышами в рязанском доме ребенка следят ежеминутно. Комплексная реабилитация – понятие ключевое. На двух детей здесь минимум один сотрудник. Одна из основных процедур, которую все дети проходят курсами – это гидрокинезиотерапия. Температура в чаше бассейна 34 градуса, что наиболее приближена к физиологической норме 36,6. Занятия с ребенком в бассейне наиболее эффективны. Профессор нам говорил, что не столь важно, что вы делаете с пациентом, более важно, как он настроен на это. То есть, если у ребенка будут положительно закреплены эмоции, это гораздо более эффективно, чем, допустим, когда он там кричит или ему не нравится, или что-то в этом роде. Расслабление мышц, облегчение движений в совокупности с другими видами реабилитации дает возможность перебороть многие диагнозы. ДЦП. ДЦП очень, прям, очень хорошо идет. Вот бассейн. Также это какие-то генетические аномалии. То есть, тот же самый там синдром Дауна. Прекрасно. И вот у нас не так давно был ребенок с синдромоморфана. То есть, это такая патология, при которой, скажем так, дисплазия соединенной ткани, если там, говоря простым языком, суставы не держались вообще. То есть, ребенок осевую нагрузку на суше не переносил. То есть, он вот, если можно так сказать, конечно, складывался, вот как у него получалось. А в воде он прекрасно ходил. То есть, ну, если можно так сказать, прям буквально с прямой спины. Кроме этого, в Рязанском доме ребенка доступны вертикализация, мануальная терапия, адаптивная лечебная физическая культура, виброплатформа, физиопроцедуры, массажи и многие другие виды реабилитации. В том числе, стимуляция по методу томатис. На голову ребенку надеваются наушники, через которые он слушает музыку Моцарта. Научно доказано, что его произведения благоприятно влияют на эмоциональную составляющую каждого человека. Через электронное ухо идет определенная частота, которая накладывается на эту музыку. И, конечно, идет корректировка двигательной активности, мелкой моторики, эмоций и всего остального. Если у ребенка задержка речевого развития, то, конечно, с помощью стимуляции по методу томатис мы можем скорректировать какие-то определенные функции. По методу томатис для каждого ребенка составляется отдельная программа, которая совершает нейросенсорную стимуляцию, воздействующую на мозг. Уже через несколько сеансов у ребенка можно заметить реальные изменения в лучшую сторону, как и при других видах реабилитации. Именно благодаря слаженной работе коллектива «Дома ребенка» и большому количеству самого современного оборудования малыши со временем обретают свой новый дом или возвращаются в родную семью. Я считаю, что очень радостный показатель в нашем доме ребенка, что у нас второй год подряд дети не уходят в другие интернатные учреждения. Конечно, эффективная реабилитация здесь, она действительно эффективная, она междисциплинарная. Медики и педагоги работают в одной связке. И лечебные методы реабилитации, они всегда сопровождаются достаточно активной психологической, социальной и педагогической реабилитацией. Несмотря на то, что устройством детей в новой семье занимаются органы опеки, Рязанский дом ребенка оказывает консультативную помощь на этапе усыновления. Будущим родителям дается полная информация о состоянии здоровья, и психических особенностях ребенка. Впоследствии сотрудники учреждения наблюдают за становлением контакта, эмоциональных и психических привязанностей ребенка и будущих кандидатов. Здесь даются советы и рекомендации. Так что, когда ребенок уходит в семью, родители хорошо ориентированы в том, что им необходимо сделать для того, чтобы здоровье ребенка со временем только улучшалось. Вы знаете, в некоторых случаях мы даже сопровождаем семью после того, как уже ребенок ушел в приемную семью. Опять же, для продолжения реабилитационных мероприятий, которые уже ребенок получал у нас. Иногда нужны психологические советы и консультации, бывает, этой семье. В среднем в год в Рязанский дом ребенка поступает около 120 малышей. Половина из них обычно находится здесь временно, когда родители в силу уважительных обстоятельств не могут выполнять своих родительских обязанностей. Стоит сказать, что Рязанский дом ребенка, один из первых в России, реализовал дневную, пятидневную форму пребывания, чтобы детско-родительские отношения даже в самой трудной жизненной ситуации не разрывались. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 16 июля – Всемирный день змей, рептилий, которых больше всего боятся люди. Такова статистика. Но есть среди нас и бесстрашные, которые змей держат дома в специальных террариумах. Наша съемочная группа выбрала рептилию посимпатичнее. И сегодня мы расскажем, каково оно, когда ящерица ни много ни мало – член семьи. Это наша бородатая Агама. Ей два годика. Я ее ласково называю Жучка. А муж зовет нагайный. Сейчас бородатая Агама мирно покоится на плече у хозяйки. И может сложиться ложное убеждение, что питомец, ну, очень спокойный. Однако это не так. Виктория говорит, что ящерица, как котенок, может носиться по комнате или залезть в шкаф и спрятаться среди вещей. А вот рацион у Жучки особенный. Она очень неприхотливая, но вот наша, например, именно любит есть огурчики, сверчков, червячков. Ну, в основном огурцы она ест. Она ест нечасто, ну, раз в три-четыре дня может покушать. И, ну, буквально там маленький кусочек огурчика или несколько сверчков. Бородатую Агаму Виктория с мужем выбрала не случайно. Девушка аллергик, поэтому о кошках и собаках и речи быть не могло. А тут под Новый год увидели у друзей ящерицу. Те предложили, мол, возьмите себе, если приживется, то оставите. И вот уже восьмой месяц Агама живет на новом месте. Здесь у нас три лампы. Одна лампа, ну, как дневной свет, одна дает тепло, и другая ультрафиолет. Ну, типа вместо солнца. И холодная зона, здесь у нас водичка. Если, ну, там она замерзнет, она сидит в теплой зоне, там камень нагревается. Либо, если хочет охладиться, она ныряет здесь, плавает в водичке, охлаждается. Ящерицу не просто так зовут Бородатой. Когда она злится, у нее буквально появляется борода. Хозяева говорят, зрелище страшное. А вот то, чего о Бородатой Агаме из интернета не узнаешь, так это тот факт, что любит ящер наблюдать за людьми. Изучает хозяев, пока те смотрят телевизор. И, наверное, что-то замышляет. Расширять количество домашних питомцев у семьи планов пока нет. Бородатых Агам держат минимум по трое. Да и террариум нужен в несколько раз больше. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова